Дорогие ребята, всем привет! И сегодня мы с вами продолжим изучать второй модуль учебника Комаровой «Английский язык за пятый класс». Итак, давайте перейдем к названию модуля «All about school» – «Всё о школе». И далее у нас идет содержание данного юнита – «Unit contents». Итак, vocabulary – словарный запас, grammar – грамматиком. То есть в словарном запасе вы будете изучать school subjects, everyday objects, food, школьные предметы, повседневные объекты, еду. В грамматике вы будете изучать prepositions of time, have, has, got, a, an, indefinite article, some, any, countable and uncountable nouns. То есть в предлоге времени выражение have, got, has, got, неопределенный артикль a, an, слова some, any, исчисляемые и неисчисляемые, существительные. И skills – навыки, которые вы должны приобрести. Tell the time – говорить время. Talk about a school timetable – говорить о школьном расписании. Talk about things we've got – говорить о вещах, которые у вас есть. Talk about food – говорить о еде. Talk about quantity – говорить о количестве. Listen to a description, a play and an interview – слушать описание, игру и интервью. Read an article – читать статью. Write an essay about my school – написать эссе про мою школу. И across the curriculum – рубрика. Через расписание у нас language – язык. Culture, sport – место культуры. Мы остановимся на schools in England – школах в Англии. Итак, ребята, давайте посмотрим, что у нас нарисовано на картинке. Hi, my name's Charlie. Привет, моё имя – Чарли. I love art – мне нравится рисование. Или, ребята, art ещё переводится как искусство. Искусство, если это не предмет, да, но в данном случае это предмет рисования. Итак, what's your favourite subject? Какой твой любимый предмет? Итак, school quiz – школьная викторина. Can you name the subjects? Можете ли вы назвать предметы? You learn about countries, mountains and rivers. Вы изучаете про страны, горы и реки. You learn about the past. Вы изучаете про прошлое. Итак, ну, ребята, первое – вы изучаете про страны, горы и реки – это предмет geography. Второе – вы изучаете о прошлом – предмет history, истории. Третье – you do sport and get lots of exercise. Вы занимаетесь спортом и делаете много упражнений. И это, конечно же, PE – physical education, то есть физкультура – PE. Далее, четвертое – you learn how to use a computer. Вы изучаете, как учиться, то есть как работать за компьютером. По-моему, этот предмет называется ICT, ребята, но мы попозже с вами уточним. Да, то есть информатиком. Или information technology, IT просто, да, information technology. Ну, посмотрим. Итак, you learn how to speak to people from the UK and the USA. Вы изучаете, как говорить с людьми из Англии и Америки. И это English. English. И, ребята, переходим с вами к уроку седьмому. A really busy day – действительно занятой день. Итак, pronunciation and vocabulary – произношение и словарный запас. И задание первое. Ребята, как вы видите, седьмой урок у нас будет состоять, сразу вам скажу, из одиннадцати упражнений. Он достаточно такой у нас большой. Итак, look at the clocks, listen and practice, send the time. Посмотрите на часы, попрактикуйтесь, послушайте и попрактикуйтесь, говорить время. Итак, now, work… После того, как вы прослушаете, прослушаете аудиозапись про время, вы должны будете работать с одноклассником. Work with a classmate. Ask and answer about the time. Спросите, ответьте на вопросы про время. Например, what time is it? It's two o'clock. Да, смотрим первые. Первые часики под буквой a – это two o'clock. Далее, ребята, вторые часики, да? What time is it? It's five past two. Пять минут. Два часа, пять минут. Five past two. Далее, see what time is it? It's ten past two. Десять минут после… Ну, то есть, два часа, десять минут. Девятые. What time is it? It's a quarter past two. Ребята, it's a quarter. Пятнадцать минут третьего, да? It's a quarter past two. То есть, два часа, пятнадцать минут. Ну, конечно, можно сказать, it's fifteen past two, но обычно так никто не говорит, когда пятнадцать – это quarter. Далее, it's twenty past two. Итак, буковка f, ребята. What time is it? It's twenty-five. Двадцать пять минут. It's twenty-five past two. Далее, g – it's half past two. Да, половина третьего, два тридцать, half past two. Далее, it's twenty-five, two, three. То есть, когда у нас переваливает за половину, мы уже начинаем говорить не слово past, а слово true. Да, true. И уже к какому часу идет стрелка, да? It's twenty-five, two, three. Идет стрелка к трем. Далее, it's twenty, без двадцати. Twenty-two, three. It's quarter, two, three. It's ten, two, three. И it's five, two, three. И, ребята, давайте перейдем ко второму заданию. Listen and practice saying these words. Послушайте и попрактикуйтесь говорить эти слова. French, English, Art, History, P.E. Physical Education, Science, Geography, Music, Math, IT, Information Technology. Да, ребята, видите, все-таки мы называем это IT. Иногда в каких-то учебниках встречается ICT, но в данном случае IT. Basketball meeting. Basketball meeting. Или basketball meeting. Ну, наверное, в слитных все-таки. Basketball meeting, chess club. Окей, третий, ребята. Listening and reading. Аудирование и чтение. Listen to Rosie telling about her school day. Послушайте Рози, которая рассказывает о своем школьном дне. Use the pictures below to help you understand. Используйте картинки ниже, чтобы понять. Которые вам помогут понять. И, ребята, сразу четвертое задание будет у нас Listen again and point the pictures. Послушайте и укажите на тот же текст, что в упражнении пятом. Мы сейчас прочитаем его с вами. И потом уже, апеллируя картинкам, скажем, какие из них были правильными. Итак. Read the text about Rose's day. Say if sentences 1.5 are true or false. Значит, прочитайте пройдень Розы. Скажите, были предложения 1.5 правда или неправда. Итак. It's Monday and I've got a really busy day. Понедельник. И у меня очень занятой день. I've got geography at 9 o'clock. В 9 часов у меня география. Then I've got a basketball meeting at 10 o'clock. Затем в 10 часов у меня игра встречи по баскетболу. Игра, скорее всего. Итак. After that, I've got science at 20 past 10. После этого у меня science – наука. Это как бы естество знания, можно сказать. В 10 часов 20 минут. Then I've got math at half past 11. В 11.30 у меня математика. And that's just the morning. И это только утро. At lunchtime I've got chess club at half past 12. And then in the afternoon I've got art at quarter past one. And PE at ten to three. Итак, во время ланча у меня клуб по шахматам. Half past twelve – это в 12.30. А затем после обеда у меня art – рисование в 15 минут второго, в час пятнадцать и физкультура без десяти три. Then after school I've got basketball at quarter to four. После школы у меня баскетбол без пятнадцати четыре. And that's the end of my school day. Фу. И это конец моего школьного дня. Фу. Окей, ребята. Давайте обратимся к картинкам. Сразу будем говорить правильно или неправильно. Смотрим. География в 9. Встреча по баскетболу в 10. И после этого, значит, естество знания в 10.20. Смотрим. География в 9. Встреча по баскетболу. Естество знания. Далее. Итак, после этого у нее математика в 11.30. и во время ланча в 12.30 у нее чест-клаб. Чест-клаб. Давайте посмотрим. Итак, в 11.30 у нее математика и чест-клаб в 12.30. Ну, понятно, да? Далее у нее рисование. At quarter past one. Да? В час 20. И физкультура без 10.30. А, извините, quarter – это 15 минут. Да, конечно же. В час 15 рисование и физкультура без 10.30. И без 15.40 у нее баскетбол. Да? Да. At quarter to four. Окей, ребята, и давайте перейдем и посмотрим true или false предложение. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно поставьте лайк. Не пожалеете, если мое видео вам помогает, на что я и надеюсь. Итак, первое. She's got geography at 9 a.m. Ну, да, география у нее в 9. She's got science at 9.40. У нее, значит, естествознание в 9.40. Это 20 past 10. 20 past 10. Это false. Если первое – это true, то второе – это false. У нее в 10.20 естествознание. Ну, ребята, это вы можете видеть и здесь на картинке. Далее. She's got math after chess club. У нее математика после шахматного клуба. Это false. Это неправильно. У нее сначала математика, потом ланч и шахматный клуб. Далее. She's got art at 2.50. У нее рисование в 2.50. At quarter past one. At quarter past one. Час 15. Это false. И пятое. Итак, she's got basketball at quarter to four. У нее баскетбол. At quarter to four. Без пятнадцати – четыре. И это правильно. И это true. True. Окей, ребята. И давайте теперь перейдем к шестому заданию. Look at the pictures in exercise three. And speak about Rose's school day. Посмотрите на картинки в третьем упражнении. И поговорите про школьный день Rose. Например, on Monday, Rose's got a really busy day. В понедельник у Розы очень занятой день. Окей. Ну, давайте, ребята, посмотрим на картинки в третьем упражнении. И здесь ничего нет сложного. Вы просто можете пересказать тот же текст, который у вас был уже, который вы услышали, который написан. She's got geography at nine o'clock. She's got a basketball meeting at ten o'clock. Далее. At twenty past ten she's got science. Что не есть. Then, at half past eleven she's got maths. She goes to chess club at half past twelve. She's got at quarter past one. At ten to three she's got PE. And she's got basketball, да? Basketball at quarter two for. Окей, ребята. И далее. Давайте перейдем к следующему заданию. Listen to Rose's timetable and read out. Послушайте расписание Розы и read it. Прочитайте его. В понедельник. Ну, по-моему, это мы уже обсудили. Обсудили. Далее. On Tuesday, во вторник, что у нее, какие у нее предметы? Ну, мы можем говорить от первого лица, да? Что она говорит? Что говорит Розе? On Tuesday, I've got English at nine o'clock and IT at twenty past ten. Then, I've got history at half past eleven and after lunch at twelve. I've got science at half past eleven and after lunch at half past twelve. I've got geography at half past eleven and after lunch at half past eleven and then I have history at ten to three. Далее. Ребята, и точно так же. Maths. Какое время? At nine o'clock. Да? History, English, IT, PE. English, French, Maths, Music, Art. Окей, ребята. И теперь давайте с вами перейдем к восьмому заданию. Извините, ребята, еще у нас было небольшое задание, да? Это Now work with a classmate. Ask and answer about this timetable. То есть, работайте с одноклассником, задайте вопросы про расписание. Розе. Например, What time's geography on Wednesday? В какое время география в среду? It's at quarter past one. At quarter past one. Или What time's, например, History on Thursday? В какое время, например, история в четверг? It's at Twenty past ten. Или What time's Music on Friday? It's at Quarter past one, да? Или What time is What times? Например, PE on Thursday? It's At ten to three. И, ребята, восьмое задание. Choose a day of the week and say your timetable. Выберите день недели и скажите ваше расписание. Let your classmate guess. What day of the week you are speaking about? И Позвольте вашим одноклассникам угадать, о какой, о каком дне недели вы говорите. Да? Вы говорите. Итак, ну, то есть вы даже выбираете, например, вторник, да, Tuesday или Friday, пятницу, любой день недели, составляете расписание. И также говорите, начинаете, например, I've got, у меня, у меня, что потом, например, предмет называете? Russian, там, literature, литература, или русский язык, Russian, или, например, история, history, да, например, I've got history, он, во сколько потом говорите, да, например, at eight o'clock, или at ten past eight, например, 8-10 on Friday, в пятницу, и так далее. То есть, ребят, давайте я даже напишу начальное предложение, как правильно сказать, да, I've got, возьмем history, давайте Russian, я напишу Russian, Russian, например, at, в какое время, да, at ten past eight, on Friday, пример, и далее, и так далее, и далее, например, также вы можете употреблять слова then, затем, или, например, слова, слова after lunch, после lunch, after lunch, и так далее, или, например, in the afternoon, а, нет, после обеда уже не подходит, а, ну, вдруг вы хотите на какой-то кружок, тоже подойдет, in the afternoon, in the afternoon, и так далее, и так далее, и, ребята, задание девятое, make up your dream timetable, and write about it, создайте расписание вашей мечты, да, и напишите о нем, то есть, заголовок, my dream timetable, мое расписание моей мечты, и вы должны обратиться к language guide, к словарному гиду, на страничке 31, например, on friday, I got English at 9 o'clock, then I've got science, то есть, что бы вы хотели, и в какое время, каким бы должно быть ваше расписание, расписание вашей мечты, например, вы можете сказать, что я бы хотел там, music, English, art, я не знаю, PE, или, например, вы любите математику, вы бы хотели, maths, IT, там, еще что-то, physics, физики, наверное, у вас еще нет, но, к примеру, но, все равно можно написать, итак, ребята, и переходим к 10 заданию, check your English, проверьте свой английский, draw clocks showing these times, нарисуйте часы, которые показывают это время, ребятам, а между тем, пожалуйста, обязательно не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, итак, it's ten to two, без десяти, два, час пятьдесят, it's quarter past six, шесть пятнадцать, it's five past nine, девять часов, пять минут, it's twenty to three, без двадцати три, it's half past twelve, двенадцать тридцать, и задание одиннадцатое, write down four true and four false sentences about your timetable, напишите, значит, четыре правдивых и четыре предложения неправдивых о вашем расписании, read them to your classmates, прочитайте их своим одноклассникам, and let them guess which ones are true, и позвольте им угадать, какие правды, и правды, а какие нет. Ну, например, вы можете написать, если в понедельник у вас первым уроком английский, то вы можете написать, I've got English, например, at eight o'clock on monday, а если у вас первым уроком в понедельник, например, английский, но вы хотите сделать предложение неправдивым, то вы говорите, например, I've got music, или PE, да, music, и это уже будет предложение неправдивым, так что-то у меня не дописывается, буква одна, music, окей, ребята, на этом все, встретимся с вами в следующем уроке, пересылайте видео своим друзьям, чтобы они тоже посмотрели, если им оно может понадобиться, всем счастливо, удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok